Какой первый шаг в освоении прикладной магии? То есть вот то, чему ты обучаешься. Ты говоришь про магию. Но моя магия — это не совсем такая магия, это не колдовство. Я считаю, ну как бы, моя магия — это ментальная магия. Мы становимся мастерами в пространстве сознания, и мы в этом сознании, в этой виртуалке просто объективно начинаем расширять свое бытие. То есть нам становится очевидно и видно еще один слой реальности. Это моя магия. Это то, что человек сам становится магией. То есть я могу, проникая во все слои, быть магией в своей жизни. Если мы говорим о колдовстве, это абсолютно другая вселенная. Это вселенная деградировавших существ, которые проигрывают. То есть, например, колдун — это человек, который стал искать дополнительную силу где-то, понимаешь? То есть он начинает искать эту силу, и вот он не может ответить, что он делает. Он идет и ищет, кто за него отомстит, каких-нибудь сущностей, чертей. Он подключает психическую силу, что-то создает или какой-то ритуал делает, кого-то призывает. Ну как бы это, когда мы, как духовные существа, потеряли инструменты прямого взаимодействия друг с другом. Мы создали эту магическую вселенную. Поэтому о чем мы спрашиваем первые шаги в моих практиках? Ну, начать практиковать. Я не знаю, какие там могут быть первые шаги. Начать что-то делать, начать размышлять, начать думать, начать присматриваться к своей жизни. Просто сделать шаг и начать хоть что-то делать. Наверное, самый первый шаг, который я всем даю, — это перепросмотр. Начинаю изучать и начать делать перепросмотр. Потому что если нет энергии, ничего нет. Пока только так, я думаю. То есть это все, что основным людям надо. Ну вот в основном людям нужно в жизни начать хотя бы, чтобы что-то делать. Много выписывать надо материалов. То есть каждое утро садиться и выписывать. Если это начинающий человек, просто несколько страниц, просто поток сознания выписывать в любое время дня. Просто вот я сижу, я не знаю, что будет. Вот я на этом интервью здесь. Максим сидит здесь, камеры, зачем я здесь. Вот просто если бы писать, вот это все по несколько листов в день и начнет выгружаться подсоздание, что там у вас кроется на самом деле. Ты в сознании своем, Господин. Ты Господь, воплощение мира. Абсолют, что здесь царит без причин. И ты вызов для создавших кумира. Мы сами создаем свою историю, свою игру, свою реальность. Ты можешь проникнуть за границу непознанного. Открыть в себе бесконечную милость Создателя. Пройти в пространство Духа и эфирные слои Души. Пробудить тело, запустить энергию кундалини. Выйти из долгов и снять с себя печати. Выйти в полную открытость и свободу. Свободу Создателя. Каждый из нас — Бог в своем потенциале. Нам нужно только вспомнить об этом. Я приглашаю тебя присоединиться к путешествию в глубину. Вживую или онлайн. В сердце острова Бали. И стать частью нового курса «Вечное». В суете ты не отыщешь себя. Ты найдешь себя в себе. Ты же вечный. Кто-то скажет, что влюбилась в тебя. Я увидела, что ты бесконечный. Здесь конечные гуляют везде. Собирают суету и монеты. Бесконечные ликуют в игре. И не ищут в отражениях ответы. И ты тоже здесь ответы искал. И ты ищешь до сих пор заклинание, Что вернет тебе священный кристалл, В коем спрятано великое знание. Субтитры создавал DimaTorzok